Доброе утро! Сегодня хочу вам рассказать об агротехнике выращивания каламандинов. Каламандин это самый неприхотливый из цитрусовых. Он подходит даже для новичков в выращивании цитрусовых растений. Зацветает легко и обильно, плодоносит. Не надо опылять цветы, он завязывает плодики сам. По освещению каламандин любит светлые подоконники. Мой стоит на восточном окне. Солнца там очень много, поэтому цветет и плодоносит он легко и практически постоянно. По грунту я беру готовый покупной грунт для цитрусовых. Вот в нем мои каламандинчики сидят. Единственное, я добавляю туда разрыхлитель, вермикулит, либо перлит, что вам больше нравится. Я вермикулитом пользуюсь. По поливу каламандин засушек, пересушек я не допускаю. То есть увидела, что подсох верхний слой почвы. Я сразу же поливаю. Удобрение вношу в весенне-летний период. То есть это где-то с конца февраля, наверное, по сентябрь месяц. Кормлю готовым покупным удобрением. Мне нравится в этом плане удобрение цветочной части для цитрусовых. Кормлю им. Формирующая обрезка цитрусовым нужна. Он хорошо на это реагирует, хорошо отзывается. Вот вы видите, что здесь я срезала череночек. Вот тут же Мондал боковую веточку пошел. Вот на ней он и процветет, наверное, ближе к лету. И завяжет плодики. Черенки, которые у вас остаются после обрезки, можно укоренять. Некоторые сейчас у нас садят цитрусовые косточками. Сразу скажу, что затея по большому счету провальная. Из косточки, конечно, цитрус вырастет. Но плодоношение и цветение в ближайшие лет 10, а то и вовсе не ждите. Но вот это выросшее из косточки растение хорошо подойдет для прививки. Цитрусовые размножаются либо черенками, либо прививками. Прививками я не размножала, не делала, не умею, но хочу научиться. А вот череночки, которые я с него срезала. Укореняю я их в чистом вермикулите. Срез черенка я обмакиваю в любой укоренитель. Что вам больше нравится? Гетерооксин, корневин. И насыпаю в стаканчик вермикулит, втыкаю туда череночек. Вермикулит увлажняю и ставлю в тепличку. Я для этого использую контейнеры с крышкой пластиковые. Под тепличкой они стоят, увлажнять дополнительно не надо. Бутончики я, конечно, удаляю с таких маленьких растений, потому что сейчас их основная задача дать корешки. Бутоны сейчас ему не нужны. Если у вас остались какие-либо вопросы по выращиванию каламандина, вы можете задать их мне в моей группе, которая называется «Челлфлора». Я вам всем, чем смогу, обязательно помогу. И в окончании передачи мой традиционный вопрос. К какому семейству относятся растения каламандин? Первый правильно на него ответивший получит от меня приз «Домашнее растение». Редактор субтитров А.Семкин